2020 год. Год памяти и славы проходит в нашей стране под знаком 75-летия Великой Победы. Празднование этого события должно стать ярким и незабываемым. Пусть сделать это и непросто в сложившихся сейчас условиях. В 75-ю годовщину парада победителей в нашем муниципалитете прошли интересные мероприятия. Об этом мы расскажем в репортаже, который открывает выпуск новостей. Три четверти века назад Красный Стяг взвился над поверженным Рейхстагом, символизируя победу Великой Отечественной войне. И через полтора месяца, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве состоялся исторический парад победителей, который продемонстрировал всему миру величие и нравственную силу нашего народа. И сейчас, через 75 лет, как можно больше славянцев должны были почувствовать атмосферу по-настоящему народного праздника. Полдень предприятия и автомобили, которых немало в этот жаркий июньский день на городских улицах, отметили звуковыми сигналами в честь памятной даты, приняв участие в акции «Весть Победы». В славянских православных храмах в 12 часов дня звонили во все колокола. По всему району в небо, как символ мирной жизни запускали голубей. Все желающие смогли присоединиться к флешмобу «Голубь мира». Для этого нужно было сделать бумажного голубя, сфотографироваться с ним и выложить в социальные сети с хэштегами «Голубь мира» и «Мир на земле». Мы побывали дома у участников акции, тех, кто изготовил вместе со своими детьми замечательных бумажных голубей и украсил ими свои окна. Мы с удовольствием приняли участие в акции «Голуби Победы». Вырезали голубей, прикрепляли на окна. Это очень интересно. И детям очень понравилось вот это занятие, чтобы они помнили, что существует такой День Победы. И надеюсь, что наши дети тоже будут помнить подвиги героев. Мы с большой радостью участвуем в этой акции. И хочется выразить благодарность нашим ветеранам. Ваш подвиг неоценим. Также я считаю, что задача каждого гражданина нашей страны – помнить и чтить память о погибших. В этот день прошла акция детских рисунков «Я рисую мелом». Надо было видеть, с каким энтузиазмом славянская детвора создавала с помощью разноцветных мелков содержательные картины на мирную тематику. Мария Власенко со своими тремя сестрами старалась вовсю. Я люблю рисовать на асфальте. Я уже давно рисую. Сегодня я нарисовала голубя мира. Я хочу, чтобы мир был дружным. Никогда не было войны. И все было хорошо. Работы детей на асфальте выкладывали в социальные сети с хэштегами «Я рисую мелом» и «24 июня». Славянские литераторы и чтецы стали участниками акции «Парад победителей» и подготовили к памятной дате программу, в которой звучали стихи местных авторов. Простите нас, забытых. Мы не вернемся в дом. Все прошлые обиды оставьте на потом. Простите нас, до срока ушедших навсегда. Пророчила сорока, что горе не беда. Простите нас, сгоревших, и жены, и отцы. Мы пажите нездешних случайные жильцы. Высокую эмоциональную ноту стихотворного выступления поддержал Георгий Байчевский, для которого тема Великой Отечественной войны значит очень много. Пора достать отцы и деды, вам с орденами свой наряд. Сегодня в светлый день победы, на Красной площади парад. Судьба нелегкая досталась. Вы для победы рождены. Как мало вас в стране осталось. Как мало вас в стране осталось, живых свидетелей войны. У моего отца пять братьев были на фронте, и четверо из них не вернулись. Самый младший из них, Георгий, погиб за 10 дней до своего 18-летия. То есть его мальчишкой забрали. И в результате мои родители меня назвали в честь Георгия. Поэтому забыть мне это просто невозможно. Чуть позже творческую эстафету подхватили представители более молодого поколения стихотворцев. У памятника свежие тюльпаны, гвоздики, хризантемы и сирень. Склонились со слезами ветераны. Как много для них значит этот день. Я очень рада, что приняла участие в этой акции, посвященной 75-летию победы. Для меня очень важна эта тема. У меня много стихотворений на тему победы и Великой Отечественной войны. Студентка Алина Костенко прочитала стихотворение Александра Липина на блокадную тему, которая никого не оставила равнодушным. Этот день действительно знаменательный не только для нас, кубанцев, но и для всей страны в целом. Сегодня я читала стихотворение наших местных писателей, которые трогают до глубины души. В частности, я читала стихотворение, которое посвящено героям блокадного Ленинграда. И это стихотворение невозможно читать без слез. В рамках всероссийской акции «Победный марш» славянский духовой оркестр исполнил известные музыкальные произведения, в том числе и знаменитый день победы. «Победный марш» По славянским историческим местам, связанным с боевыми действиями Великой Отечественной войны, были проведены интересные квесты в онлайн-режиме. И все эти мероприятия еще раз подтвердили, что сколько бы лет ни прошло со дня окончания войны, для всех нас победа в ней останется олицетворением величайшего подвига нашего народа. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!